Как связаться с техподдержкой Google? Такой вопрос часто мне задают наши клиенты по абсолютно разным вопросам. Ведь Google это действительно огромная корпорация, которая обладает миллиардным оборотом. И надо понимать, в каких случаях какая техподдержка вам поможет. Ведь нет универсальной поддержки. Каждая поддержка отдельного сервиса разделена. Куда писать, если что-то сломалось? В этом видео мы разберем самые популярные проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты или, возможно, вы, может, столкнулись с ними. И по пунктам разберем, в каких случаях, куда писать, в случае требования отправить какую-то информацию в Google. Итак, поехали. Меня зовут Николай Шмычков. Это канал SEO Quick. Действительно, найти телефон Google или куда писать Google по какому-то либо вопросу, довольно-таки непростая задача. Если мы зайдем в Google в поиске, мы увидим отсутствие в подвале привычной кнопочки «Сконтактировать с нами». Есть раздел «Справки», есть «Отправить отзыв». «Отправить отзыв» отправляет скриншот безликий с какими-то проблемами для связи с техподдержкой, где вы можете что угодно написать, отправить это, и оно отправляется в таком полуанонимном формате. И на этом все. И вы не знаете, что делать дальше. Вроде бы все работает, но связи нет. Как задать конкретный вопрос? Если зайти же в раздел «Справки», вы обнаружите, что здесь достаточно много материала, и здесь можно искать любые вопросы, которые вас интересуют. Например, по поводу рекламы. Самые популярные вопросы, которые могут сейчас еще все люди спрашивать, и вы видите, скорее всего, информацию, которая выводится в поиске. Но связи как таковой нет. Она не очевидна, ее попросту не найти. Давайте разберемся с пунктом номер один. Как писать в Google поддержку по вопросам рекламы. Реклама действительно это основной источник дохода, и большинство рекламодателей сталкиваются с абсолютно разными проблемами. Будь то блокировка аккаунта, непонятные платежи, вопросы с модерацией, вопросы, почему компания не работает, почему компания работает неправильно, почему не регистрируются какие-то конверсии. На самом деле проблем, с которыми может столкнуться рекламодатель, действительно огромное количество. И в первую очередь, где можно искать поддержку, конечно же, в настройках самой рекламы. При входе в рекламу, вот в Google рекламу, когда вы заходите, здесь есть раздел «Контакты». Неочевидная кнопочка, в которую можно перейти. И уже здесь в разделе «Контакты» можно найти здесь. Если полистать ниже, вы увидите, тут есть бесплатное онлайн-руководство, рекомендации консультантов, меньше опытов. Это все нам не нужно. Нам нужно задать один конкретный вопрос. И конкретный вопрос нужно искать непосредственно здесь. При входе в часто задаваемые вопросы, вы можете там найти «Связаться с рекламой». Так, справочный центр Google рекламы. И вот здесь, в отличие от поискового варианта, у нас здесь есть возможность связаться с нами. Эта кнопочка позволяет уточнить вашу проблему, выбрать нужный аккаунт вашей рекламы, описать проблему по поводу, допустим, платежи не проходят. Например, можно выбрать такую тему. И уже дальше не удается совершить платеж, она предполагает наиболее подхожий. То есть, если тема не попадает, вы выбираете другое. И потом нажимаете «Следующий шаг». И здесь у вас доступны несколько вариантов контакта. Здесь у вас есть чат, есть «Отправить письмо электронной почтой» и возможность позвонить вам. В зависимости от того, в какой стране вы находитесь, может быть выбор другого региона. То есть, если вам нужен там другой язык, может измениться любая из кнопочек. Если вы выбираете любой язык, отличный, допустим, от того, который вы сейчас видите, вы сможете выбрать нужный вам язык и скорректировать таким образом работу справки Google. И отправить ваш запрос. Как видите, здесь выбор не богат, но в целом можно, в зависимости от того, с какой вы страны работаете, можно понять, на какой стране можно работать. Также можно их выбрать все языки, посмотреть, какие они бывают, и связаться с нужной поддержкой вашего региона. Конечно же, выбирайте ваш регион, потому что, скорее всего, поддержка другого региона обслуживать вас не будет. При помощи этой простой формы вы сможете отправить запрос. Вам дадут более детальную информацию по поводу проблем вашего рекламного аккаунта, где с вами свяжется менеджер. Для верификации он уточнит ваш e-mail, каким e-mail вы пользуетесь для входа в аккаунт. Это будет обязательно. Если вы его не назовете, с вами менеджер не свяжется. Он попросит назвать десятьзначный номер и продиктовать полностью e-mail, с которым вы контактируете с этим аккаунтом. Если этот e-mail входит в список менеджеров или администраторов аккаунта, дальше диалог будет продолжен. В первую очередь вы должны понимать, что менеджеры не вносят никакие изменения в ваш рекламный аккаунт, а рекомендуют исправить все самостоятельно. Поэтому вам будут, скорее всего, предложены детальные инструкции, что нужно сделать. И, конечно же, без знаний работы рекламного аккаунта внести изменения, возможно, будет проблематично. Поэтому и существуют отдельно курсы по рекламе, они абсолютно бесплатны, с которыми вы можете настроить рекламу самостоятельно. Также следует знать, что при работе с техподдержкой рекламы нужно обязательно контактировать в случае, если ваши аккаунты были заблокированы, чтобы снять блокировку. Если ваш сайт, допустим, не пропускает модерацию, чаще всего через именно техподдержку вам нужно будет отправить документы, то есть через эту форму вы отправите через e-mail эти все документы, которые вам нужны для подтверждения права. И подобные другие вещи. Поэтому это первый пунктик, как связываться. Вот он находится здесь. Едем дальше. Следующий пример – это если вы являетесь владельцем товарного знака и не хотите, чтобы его откручивали конкуренты. Ведь на самом деле это очень неприятно, если по вашему запросу конкурентов крутится любой другой бизнес. Например, ваш прямой конкурент крутится по вашему названию. И это немного раздражает, что он уводит у вас клиентов. Да, он уводит немного, но он их уводит. И это факт. В основном клиенты, которые плохо знают вас, но где-то слышали ваше название, по ошибке могут заказать у такого бизнеса. Для этих целей вам нужно зарегистрировать товарный знак и перейти по ссылочке, которую я оставлю ниже в описании видео, и отправить информацию, кто нарушает товарный знак, заполнить все поля и отправить данные в Google. Таким образом, Google запретит использование товарного знака другим аккаунтам, кроме вас. Но если у вас есть дилеры или партнеры, вы можете разрешить другим размещать товарные знаки в своей рекламе. На их рекламных аккаунтах вы должны перечислить, кому вы даете разрешение. То есть, и соответственно, кому вы даете разрешение, вы полностью прописываете. Третья тема, с которой может столкнуться любой настройщик рекламы – это Google Merchant. Google Merchant – это особый сервис, в котором пользователи настраивают рекламу для интернет-магазинов. Интернет-магазины имеют особый способ рекламы непосредственно в сервисе, который создан для того, чтобы вы могли импортировать десятки и сотни тысяч товаров непосредственно в свой аккаунт. Но и тоже нужно знать прекрасно ограничения этого сервиса, и их можно всегда расширить. Например, у вас магазин рассчитан на 500 тысяч наименований, но у вас всего лишь лимит Merchant на 300 тысяч или 200 тысяч наименований по умолчанию. Его нужно расширить. Делается это все тоже через запросы в техподдержку. И у Merchant есть своя техподдержка, в которой вы можете написать. Для этих целей ваша задача перейти в справку Merchant-центра и, опустившись вниз в разделы «Справки», есть точно такая же кнопочка «Связаться с нами». И здесь вы можете точно так же связаться через свой аккаунт Google рекламы, указать вопросы, все связанные с Merchant, ну и отправляется просто это через Google Merchant-центр. Но, как вы видите, все делается тоже через идентификатор Google рекламы. Он является важным. Поэтому убедитесь, что в Merchant-центре в вашем аккаунте прописан непосредственно этот аккаунт. Также можно сделать, непосредственно зайдя в Merchant-центр, справочный центр и поддержка. Здесь точно так же можно обратиться на справочный форум, поискать вопросы, которые вы не знаете, либо связаться с нами непосредственно здесь. Вот, это тоже самая форма находится и в этом поле. Здесь же вы и задаете вопросы, почему ваши товары отклонены, почему фид не распринимается, что надо сделать в фиде, чтобы он воспринимался, как его правильно настроить. Если у вас есть какие-то реально технические вопросы, связанные с какими-то сбоями Merchant-цента, или у вас, например, в развитии аккаунта какие-то программы не открываются, то есть, соответственно, все это настраивается здесь. И, соответственно, все это настраивается в программе, в Merchant-центре. Если у вас возникают какие-то проблемы, вы с легкостью переключаетесь и настраиваете те, которые вам нужны. Например, мы возьмем следующую в четвертом случае ситуацию. Кто-то украл ваш контент с сайта. Например, ваши авторские изображения, либо ваш текст, либо любую другую информацию, либо видеоконтент, аудиоконтент, все что угодно. Если кто-то украл информацию с вашего сайта. Я записывал отдельный ролик, вы сможете его увидеть сейчас в аннотации по этой теме. Но ссылочку, как связаться в случае техподдержки, я вам тоже оставлю в описании. Как сообщить о предполагаемом нарушении авторских прав? Существует отдельное поле, в котором можно пожаловаться, если в гугле появляется информация и ваш контент украден. Эту ссылочку тоже оставлю в описании. Она публикуется сразу на сайте Lumen Database. Lumen Database это, собственно, сайт со всеми жалобами. Жалобы идут по американскому законодательству. И, соответственно, здесь вы подписываете полностью и отправляете заявку, что непосредственно был украден у вас, какой тип контента. Более того, здесь очень важно тщательно отнестись к правильности оформления этой жалобы. Но это один из способов подать информацию о сворованном контенте. Ссылочку, напоминаю, оставлю на эту непосредственно сервис в описании. Мы лично чаще всего не пользовались этой службой, ни разу не отправляли, честно говоря, ни разу заявочки через нее. Но при этом мы часто снимали жалобы, когда заявка была опубликована и контент был удален. Когда контент был удален, вы получаете уведомление в этот Lumen Database, отписываете, что контент был удален, что вы представитель этого аккаунта. И таким образом убираете эту информацию и снимаете наложенные фильтры. И страница в индексе восстанавливается. Очень простая ссылка по поводу удаления материалов. На самом деле ее можно полностью посмотреть, как на нее попасть. Если вы будете работать через удаление содержания из Google, здесь вы можете выбрать любые сервисы, с которых вы можете удалить информацию и отправить такого образом жалобу. Например, по поводу YouTube все делается иначе. Там уже жалобы вы решаете непосредственно в своей студии. То есть удаление контента, который был украден в YouTube, происходит непосредственно через сам видеохостинг YouTube. Если же дело дошло до YouTube и нужно удалять контент, который у вас был украден, вы считаете, что он не должен находиться на YouTube, например, кто-то использует ваш контент, либо нарушает законы о клевете, либо другие подобные вещи, тоже можно пожаловаться. У YouTube есть своя справка, и если вы там можете, можно почитать общую справку по поводу клеветы, поддельных товаров, нарушения товарного знака, сохраненной музыки. Здесь точно так же есть форум и, конечно же, кнопочка «Связаться с нами». Через эту кнопочку вы можете описать проблему, посмотреть полезные ресурсы. Например, у меня украли ролик. Например, можно подписать, там другое, и перейти в следующий шаг. И тут уже там следующий шаг выбрать, связаться через чат, через электронную почту. В принципе, то, что нам уже и так знакомо, то, что мы уже видели похожее в предыдущих формах. Здесь вы уже общаетесь непосредственно с техподдержкой YouTube, которая вам отвечает на ваши вопросы, что у вас было украдено, как от этого избавиться, как это вернуть. Действительно, часто с YouTube возникают вопросы, потому что YouTube такая площадка, в которой люди научились обманывать систему, научились воровать контент, уникализировать его, чтобы он проходил модерацию таким образом. И на него можно, пожалуйста, только если вы его реально случайно найдете. А если вы столкнулись с тем, что ваши личные данные были опубликованы в Google без вашего согласия, либо какая-то информация, которую кто-то опубликовал реально без вашего согласия. Как удалить эту информацию из поисковой сети? Существует действительно такой сервис. Можно запросить информацию из результатов поиска, либо запрет на показ данных в результате поиска. И здесь точно так же вы можете посмотреть, что можно сделать, если, допустим, вы вебмастер или не вебмастер. Если вы вебмастер собственного сайта, это делается, собственно, легко. И тут рассказывается инструкция, как защитить файлы на собственном ресурсе, чтобы они не показывались в результатах поиска. Но если же это кто-то разместил, кто-то другой. То есть, например, в результатах поиска Google и на вебсайтах находится информация, которую вам нужно удалить. Соответственно, Google предлагает вам обратиться к вебмастеру, чтобы вы решили связаться с ним напрямую и попросить его вежливо это удалить. Здесь есть также информация, как это сделать. И, допустим, если вы это нашли, по хуис нашли, кто email, владелец сайта, то есть можно найти через хуис сервисы. Допустим, у сайта можно найти, кто его владелец. Давайте вот возьмем и спросим у хуис, давайте, допустим, розетка.com.ua. И вот в результате хуис розетки мы как раз посмотрим, кто является регистрантом, то есть кто является владельцем email. То есть тут domains.com.ua, это их email, на который они зареганы. И вот, собственно, с ними можно и связаться. Единственное, вот контакты, которые тут есть. И на самом деле, вот у вас есть контакты, есть адрес, как вы видите, где он зареган. Не козье, это, по-моему, в Кипре. И таким образом вы можете по поводу этой информации как раз связаться и попросить удалить информацию, которая размещена, допустим, незаконно. Также можно связаться с хостингом. То есть через хуис можно найти, кто является хостингом, если вам не отвечает на предыдущее письмо владелец сайта. Также можно попросить удалить контент через хостинг. Не стоит забывать, что личные данные без вашего согласия публиковать не имеет права никто. И поэтому, если они где-либо опубликованы, это один из реальных способов пожаловаться. Если же вы не хотите это делать, или, допустим, вы уже контактируете, дальше вы уже решаете, что можно удалить. Нельзя, вы видите, что можно удалить. Это идентификационные номера, личные документы, на году непристойный контент. О личной жизни сайта, их требующий плату за удаление контента. Есть такие сайты. Это сразу попадает в эту категорию. Контент, который придержит по удалению по другим причинам, также есть. И контент с изображением лица, не достигшего 18 лет. И тут тоже вариант сексуальный, не сексуальный характер. И тут есть, собственно, как отправляется форма. Тут есть запрос об удалении. Вы выбираете конкретно файлы, загружаете скриншоты, представляете дополнительную информацию. Здесь, как бы, вроде бы ничего сложного. А вот если по другим причинам, есть отдельная форма, где вы уже конкретно решаете, где он будет удаляться. То есть в поиске. И тут вы уже выбираете, которых нет в списке. И тут есть варианты. У вас есть решение суда, которому вы точно знаете, как можно пожаловаться на удаление контента. Правовая проблема, которой нет в списке. И здесь вы делаете отдельный запрос, если вы действительно не нашли способа. Ну и точно так же есть там еще вариант. Сейчас вот он находится здесь. Сексуального характера. То есть здесь отдельно для жалобы на сексуальный характер можно пожаловаться непосредственно здесь, через форму. Вы уже ищите свою страну, ищите конкретный сайт, служба, которая занимается этим, и общаетесь с ними уже по конкретным проблемам. Но, как вы видите, в Европе, к сожалению, здесь еще нет нашей Украины. В этом-то пока что и проблема, что не все службы пока еще полноценно обслуживают этот сервис. Но есть сервис, есть возможность отправить через Инши, и тогда с вами свяжутся конкретно и помогут решить вашу проблему. Часто в выдаче может появляться спам. Сайты, созданные с целью манипулирования в поисковой выдаче. На них контент чаще всего сгенерирован, не несет никакой полезной ценности, либо может быть даже вредоносным. Он может содержать скрытый текст, это могут быть Darway, это может быть скрытая переадресация на какие-то сервисы. На такие сайты тоже стоит пожаловаться. Например, если вы их уберете с выдачи, вы очистите место для других сайтов, например, для своего, и он поднимется в позиции выше, если вы удалите такой сайт. Об этом тоже стоит задуматься. Как пожаловаться на сайты, которые действительно спамят в выдаче? Ссылочка. Я ее оставлю здесь внизу под роликом. Как пожаловаться на спам? Вам тоже будет очень полезно. Вы можете конкретно указать страницу, точный запрос, при котором вы попали на эту страницу, ну и дополнительная информация, почему вы считаете, что эта страница является веб-спамом. Отправляете заявку, она отправляется анонимно. Ну, для этого, ну как анонимно, вы это можете сделать, если у вас есть аккаунт Google, если нет аккаунта Google, вы не сможете ее попросту отправить. Но она отправляется, и вы получите уведомление, что данный веб-спам удален. Теперь, наверное, эта тема заинтересует SEOшников. А как пожаловаться на конкуренты, которые делают платные ссылки? Здесь очень сложный, скользкий вопрос. Ваша задача поймать, что эти ссылки размещены платно. В первую очередь, для этих целей нужно доказать, что они являются платными. Это, например, найти, что этот сайт продает ссылки, показать, что этот сайт активно участвует на биржах, ссылках где-то фигурировал на форумах по продаже ссылок. То есть здесь нужно собрать небольшую базу доказательств. И можно, конечно же, очень прилично подпортить вашим конкурентам ссылочный вес. Если в вашей нише ссылочный вес между конкурентами достаточно слабый, конкуренты не используют какие-то крупные ссылки, типа как Википедия, другого формата, линки, ссылки в крупных СМИ, а действительно размещаются через сети сайтов, которые поднимают. То есть таким образом накручивают себе пейджеранг. Это легко разузнать. Например, если вы сделаете анализ конкурентов самостоятельно, выловите структуру ссылок у конкурентов и поймете, что эти ссылки сделаны через такие созданные специально сайты, через эти сетки сайтов. Сетку сайтов легко на самом деле распознать, вы их поймете, потому что чаще всего она ссылается на определенный список сайтов. То есть их можно прогнать через, допустим, Screaming Frog или другой сервис и посмотреть, какие у него у этого сайта исходящие ссылки. И сайты, которые созданы для сеток, чаще всего имеют невысокий трафик, они созданы как информационные ресурсы, на них есть какой-то определенный тип контента, просто такие как мини-блоги. Поэтому сетки можно, в принципе, легко словить, легко собрать и на них всех массово пожаловаться. Массово, правда, придется каждый раз отправлять заявку отдельно. По этой ссылочке вы можете пожаловаться на платные ссылки на все сайты, которые вы нашли и отправить информацию, что да, эти сайты обнаружены в схемах по продаже, дописать дополнительные сведения. И помните, Google только этому обрадуется и очень активно удалит эти ссылки непосредственно из расчета пейдж-ранка. Во хребсе у конкурентов, конечно же, они останутся, но в расчете пейдж-ранка участвовать не будут. И таким образом, позиции ваших конкурентов прилично просядут. Да, это черный метод продвижения такой, как бы сказать, но он белый в глазах Google. Иногда можно воевать с конкурентами, просто жалуясь в Google на то, что ваш конкурент покупает ссылки и покупает всегда обманными методами. Что делать, если вас попросили удалить контент из Google? Либо вам нужно удалить контент, который был заражен, либо вы его обновили, либо он попросту не нужен на вашем ресурсе. Для этих целей нужно искать соответствующий раздел удаления устаревшего контента из Google поиска. Найти это можно через Search Console и также ссылочку на отдельный отчет я создам непосредственно в описании этого видео. У нас уже много здесь полезных ссылочек и здесь вы можете создать запрос на удаление конкретного страницы либо конкретного изображения. Также вы можете за счет этого удалить любое упоминание изображения либо страницы, которое, возможно, было размещено в других сервисах. Также можно найти его в результатах поиска. Тут можно вставить скопированный URL с результатами поиска картинок, чтобы удалить его из Google картинок точно так же. Поэтому устаревший либо ненужный вам контент можно тоже удалить, который был допущен, залит случайно по ошибке. Поэтому в Google можно и пожаловаться таким образом и удалить ненужный контент. Очень просто, поэтому ссылочка в описании. А теперь возьмем ситуацию, если ваш сайт подмечен как нежелательный, то есть на нем находится какой-то взлом, вирус или там внедренный контент либо контент, вводящий в заблуждение. Как пожаловаться Google, сказать, что, допустим, вы все исправили или наоборот, пожалуйста, что ваш сайт заражен и его нужно исправить? Есть специальная форма. Она работает только на английском языке. И здесь вы можете посмотреть, вы заполняете свое имя, веб-сайт. И здесь вы можете посмотреть, здесь отдельно по поводу Google как раз идет рекламы, отдельная справка. Но если у нас не Google реклама, а непосредственно у нас поврежден сайт, здесь мы можем посмотреть, что конкретно у нас в зависимости от того, что повреждено, то есть какие у нас на сайте есть угрозы. Например, это вредоносное ПО, это обман пользователя, то есть ссылки, которые могут привести к загрузке неприятности, нехороших файлов, например, тех же вирусов, взлом ресурса, нестандартные загрузки и, допустим, списание с мобильного счета, да, такие тоже бывают. И здесь есть варианты, вы не знаете, как это починить. Здесь мы почистили свой сайт или мой сайт был отмечен по ошибке. И здесь вы, соответственно, подтверждаете, да или нет. То есть, соответственно, да, я все исправил, я не нашел ни одной проблемы. И здесь все четко описываете, подписываете, что вы исправили, прикрепляете файл, если нужно, там подтверждение, что у вас сайт чистый, все проверки пройдены, и отправляете форму заявки. В таком случае, ложно помеченный сайт, либо сайт, на котором уже все исправлено, будет доступен обратно в выдаче. Помните, что зараженные сайты могут выпадать из выдачи на очень надолго. Поэтому, единственный способ написать в Google, это через вот эту формочку. Поэтому ссылочку на нее, конечно же, я оставлю в описании. Но что делать, если зараженный сайт, это не ваш сайт, а найденный сайт вами в интернете? Можно пожаловаться в Google, чтобы его отправили на проверку и проверили, является ли он зараженным или нет. Например, вы понимаете, что ссылку, которую вы скачали оттуда, содержит вирусы. Вы можете сформировать запрос и отправить в Google информацию, что на нем находится зараженный контент. И, конечно же, указывайте ссылку, откуда вы это непосредственно скачали. Именно не домен, а именно ссылку, где вы это нашли. И информация, что вы конкретно сделали для того, чтобы получить этот самый вирус. Ссылочку на отправку на этот сервис я оставлю в описании. Обидно, что сервис, который отвечал раньше StopBadware, сейчас не работает и фактически так до сих пор и не запущен. Ранее на этом сервисе было огромное количество информации по поводу доменов, которые являются зараженными, видов угроз, которые бывают. Действительно, очень большой был сайт, посвященный как раз безопасности. На данный момент сервис не работает, но запросы к Google принимает. Но помимо распространения вирусов, существуют еще так называемые фишинг сайты. Сайты, которые выглядят похожи на сайты, которыми мы пользуемся, чаще всего с платежными данными, которые мы можем там вводить. Человек вводит там платежные данные и деньги уходят никуда. То есть, они списываются, но не доходят до реального адресата. Иногда, таким образом, делают поддельные сайты по оплате коммунальных услуг, по онлайн заказам, просто подставные платежные системы, которые вылазят на сайте. По поводу этих сайтов можно действительно пожаловаться. Это сайты, которые называются фишинги. И здесь вы четко отправляете о выявленном фишинге информацию. Иногда это не обязательно писать. Просто отправляете ссылку, где вы нашли этот фишинг сайт и отправляете заявку в Google. Все очень просто. Ссылочку тоже оставлю в описании. Но иногда бывает, что кто-то пожалуется на вас. И вам придет уведомление, что вы являетесь фишинг сайтом, хотя вы таким не являетесь. Правда? Вы же не являетесь. Итак, как отправить ответный иск соответственно через Google, чтобы с вас сняли угрозу фишинга, что вы являетесь фишинг сайтом. Соответственно, есть ссылочка сообщить о неверном предупреждении о фишинге. Аналогично, то есть, если ваша страница не является фишинговой, вы можете написать, четко расписать информацию, что нет, это ошибка. И вот, пожалуйста, информация, почему это не ошибка. Почему ваш сайт это аутентичный сайт, а не является фишинговым ресурсом, не является там сбором данных. Кстати, следует помнить, что под фишинг сайты чаще всего попадают сайты, собирающие личные данные пользователей, поэтому под фишинг могут попадать большинство лендингов. Иногда так может быть. Поэтому обращаем внимание на эту тему по поводу того, что можно пожаловаться в ответ. И ссылочку я, конечно же, оставлю в описании. Но что же делать, если из всех перечисленных вариантов ничего не помогло. И это касается как раз вашего сайта, вашего бизнеса, с которым вам нужно что-то делать. Любые проблемы можно решить через форум Google. Форум Google действительно отличный сервис, где можно оставить любой запрос и получить на него адекватный и хорошо расписанный ответ от специалистов, которые там активно работают. Просто спросите комьюнити, с каким вопросом вы столкнулись. И распишите к какой категории он относится. К категории касательно Search Console выбираете Search Console Help, Search Console Help переходите в раздел ветки вебмастеров и выбираете тему, с которой у вас возникли проблемы. Допустим, там микроразметка, собственно, сама консоль, взлом сайта, проблема индексирования и вывода сайта в топ. Как видите, проблем мобильных версий, удаление результата виспоиска, международное SEO, это как раз мультиязычные варианты, или если тема, с которой вы столкнулись впервые и вообще не знаете, куда ее категоризировать. Все это задаете, непосредственно описываете проблему. Также можно потом проверить, похожие темы созданы или нет. Иногда может ответ сам по себе быть отвечен уже после того, как вы напишите свой вопрос. Ну и, конечно же, если ничего не помогло, подтверждаете и отправляете пост непосредственно в форум Google. Далее вы уже легко отслеживаете по ссылкам, которые вы себе создали в виде этих постов, кто вам ответил. На этом, собственно, все. Если вы знаете какие-то другие способы, пишите в комментариях. Я обязательно дополню этими полезными ссылочками это видео. Надеюсь, это видео поможет многим, которые ищут свои ответы в Google, но не знают, как их реализовать, куда писать, что делать, где это все находится. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, задавайте еще раз вопросы в комментариях. Я на каждый комментарий отвечаю и буду всех рад вас видеть в наших подкастах и на наших блогах. Всем пока!